Десять психоневрологических интернатов работают в Нижегородской области. В них живет более четырех тысяч человек. С начала этого года очередь в интернаты сократилась на треть. Глава региона посетил автозаводский психоневрологический интернат и пообщался с пациентами. Здравствуйте! Как настроение? Нам нравится. Нормально. Каждый своим, тот занимательный. Да, каждый своим. Ну давайте занимайтесь дальше. Всего вам самого доброго. И вам спасибо за все, что вы делаете для нас. Одной из важных задач Валерий Шанцев считает создание максимально комфортных условий для жизни в домах-интернатах для людей с особым душевным складом. Сейчас правительство России разрабатывает новые критерии работы психоневрологических интернатов. Нам удалось эту инфраструктуру сохранить, приумножить, даже непростые 90-е годы. Ближайшие для себя задачи видим привлечение в педагогическое составе медицинского персонала. Второе. И, конечно, мы хотели бы модернизировать существующую инфраструктуру. Автозаводский психоневрологический интернат был создан 10 лет назад. За последние 5 лет на капитальный ремонт интерната, закупку техники и оборудования было выделено более 80 миллионов рублей. После проведенного капитального ремонта мы старались облагоустроить жилье наших клиентов так, как живут простые и обычные люди. Для этого выделялись дополнительные средства из бюджета области. Выделено нам в этом году 3 миллиона 900 тысяч рублей на приобретение автобуса и на адаптацию наших жилых помещений под тренажерное жилье, где мы будем тренировать навыки социального обслуживания и проживания в социуме с нашими клиентами. Клиенты, проживающие в интернате по много лет, не чувствуют себя в чем-то ущемленными. Наоборот, здесь они раскрываются по-новому и живут активной и насыщенной жизнью, чувствуют внимание и поддержку. Я занимаюсь художественной самодеятельностью, пою. Вот у нас занятия три раза в неделю. Возильные экскурсии по монастырям, в зоопарк, в планетарии ездили, в библиотеку ходили. Я и сказки слушать люблю, и рисовать, и где-то у нас и музыка здесь же опять. Психоневрологический интернат рассчитан на 520 человек. Для еще большего комфорта его будут модернизировать и дальше.